Ваше интеграционное решение прекрасное для госструктуры, а как, например, для частных, так как интеграция приводит к одному собственнику, а вот разные собственники, разные частные компании, захочут ли они воспользоваться вашими интеграционными решениями, даже если, например, яндекс такси или нет такси, или убор, или каждый сам хочет быть отдельно и иметь свою прибыль, как вы смотрите? Ну, смотрите, здесь я на самом деле вернусь на два доклада назад, поддержу коллегу из ЛЖД, потому что на самом деле подход к созданию платформных решений предполагает не только пользователей и государства, государство здесь как раз часть его системы, а наш подход как раз основан на том, что создавая платформу, мы для нее возможно частные компании, которые занимаются развитием локальной сервисов, как пример я рассказала про обладу услуг по прогаду самокатов, велосипедов, и глобальная интеграция в общую инфраструктуру, вот здесь мы как раз открыли сотрудничество, и такие партнерства у нас есть, и более того, строится, как раз позиционировать, как некая компания, которая является агрегатом технологических решений. И мы выступаем в роли технологического партнера, готовы к операции, готовы предложить как со своей стороны экспертизу по наработанию, которая есть у нас уже сейчас, так и готовы принять инвестиции с тех компаний, которые к нам обращаются, и такие компании действительно есть, и очень много разных уровней. Здесь я не могу сказать, что это наш заказчик государства. Да, государство, и я думаю, что в ближайшее время такое движение не только в совмещении функций государства с точки зрения регуляторий, но и в том, что государство становится игроком, не на равных с бизнесом, с горожанами, с компаниями, которые разрабатывают эти системы. – У нас есть в порядке, которые разрешили в том, что мы с вами перевозим. – В том, что в этом случае не могут быть в порядке, которые не могут быть в порядке. – Да, нет, 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 нет. – У нас есть в порядке, что вы меня не можете... – То есть в порядке, а я обращаю внимание, разрешите буквально к корону на рейду. – Обратите внимание, контекст. – Все, что говорит – это внутри городской трассы всего лишь, в колесах, основном, там где-то просто заказный водный от вас. Но это имеется в�е внутри-вещение, внутри. А, коллеги, мы-то рассматриваем города немножко в другом контексте. Это крупные узлы, град, где сток и исток грузов и людей. Вот так мы рассматриваем города, мегаполисы. Вот логика строительства культурных городов, в том числе и развития существующих, вот это должно учиться. Где будет аэропорт, где будут транспортно-аналитические центры, где построить вокзалы. Вы попробуйте сейчас ВСФР построить, прокалячивая старые центры. Как? Только выделим перезагадку. Вот логика, она от этого идет. Вы попробуйте использовать беспилоти в ВСФР городской застройки. Так, чтобы это было наблюдаемо и контролируемый процесс. Вот эти дроны, чтобы не сталкивались друг другу, и для того, как нам надо было, не надо. Только вот в этой части, либо, опять же, выделенная ВСФР обеспечивает этот фэнсик полет и проездом, либо нет. Поэтому, когда коллеги делают, мы внимательно смотрим за него. Все, что они делают. Но еще раз, платформы – это сервис. А судьи платформы – это вот эти стандарты управления и контроля транспортными потоками. Вот так. А то, что стратегия развития городу должна накладываться на транспорт, ну и стратегия, но это уже активно. Мы, в принципе, с этим солидарным вместе с ВСФР, как вы знаете, постоянно в этой теме умного города с ним взаимодействуем. Я сделаю еще две ремарки. Когда вот, по-моему, в 2010 году выделили новую Москву, так называемую, было предложение о том, чтобы вот именно новую Москву сделать пилотным регионом, где бы как раз вот градостроительство шло, исходя из использования всех будущих этапов потенциальных новых технологий, в том числе транспортных и так далее. Но тогда это не прошло, и это, несмотря на то, что вот как бы было абсолютно в чистом поле все, да, можно было делать все, что угодно, да, и деньги в Москве есть, да, можно было поэкспериментировать, но этого не произошло. И поэтому я не знаю, как строят это, ну, так же, как СИГУ. Вот, это первое соображение, а по поводу того, что готовится ли Москва к будущему, нам надо готовиться. Ну, это шутка, да? То, как построено садовое кольцо, иначе как вот для езды на беспилотниках уже, по-моему, невозможно. То есть нормальные люди там ездить не могут, а, как известно, беспилотникам нужны совсем маленькие дистанции между автомобилем, они могут проезжать, там, в миллиметре друг от друга, вот это сделано для беспилотников. Да, то есть Лексутов уже об этом подумал, вот, на мой взгляд, много чего. Хорошо, вот мы говорим о транспорте, но мы понимаем, что транспорт не существует, вот, как сам себе, как в неком Вахуме, что-то ли вот такая одна отрасль, а наша страна единственная страна в мире, поэтому здесь нам важно понимать, видеть полную картину, полный пазл, как это происходит во всех других отраслях, вот мы только что спросили, а как это происходит в градостроительстве, да, вот та же самая использование перехода на цифровые технологии, как других. Вот на этот вопрос есть у нас специально уполномоченные люди, которые смотрят на всю экономику сверху, анализируют все это развитие, внедрение цифровых налоги, несмотря не только в транспорте, а вот как бы во всей экономике в целом, с учетом и окружающих нас стран и мирового опыта. Поэтому сейчас я бы хотел предоставить слово следующему спикеру, это Максим Халк, представляющий...